Удивительную серию домашних матчей провел Тюменский Рубин в чемпионате Пари Всероссийской хоккейной лиги. Четыре победы в основное время, три из которых без пропущенных шайб. Если взять за точку отчета гол ворота Рубина 30 текабря 2022 года, то голкиперы Егор Назаров и Алексей Щетилен держали владения Тюменского клуба недоступными 195 минут и 43 секунды. До того момента, пока 15 января тюменцы не пропустили от молота абсолютно ненужный гол. Ненужный даже Пермикам – это третий результат за время выступления Рубина в ВХЛ с 2010 года. В сезоне 2012-2013 Александр Судницын не пропускал в течение 325 минут и 43 секунд. Относительно недавно, в чемпионате 2018-2019 годов, Назаров на пару с Игорем Тяло сохраняли ворота Рубина сухими 222 минуты и 44 секунды. Показатель нынешнего сезона пока четвертый. Сейчас Назаров и Щетилен входят в пятерку лучших вратарей лиги по продолжительности сухих серий. Они занимают соответственно вторую и четвертую строчки Пари ВХЛ. У Назарова четыре сухаря, у Щетилина три. Статистика вратарей – это интрига, а оборона держится на тяжелом и кропотливом труде всей команды – и защитников, и нападающих. Подсказывают, конечно, мы им подсказываем, они нам подсказывают. Это хорошо, когда вратарь тебе подсказывает, и ты можешь быстрее принимать решение. И также ты ему можешь где-то подсказать, когда он за вороты выходит, и он тебе также подсказывает. Да нет, это наоборот, мне кажется, помогает. Если вратарь хорошо играет, клюшка, почему бы ему не выходить и наоборот где-то даже атаку начать. И помочь защитникам. Иван Сушинский – один из четырех новичков, пришедших в Рубин перед закрытием трансферного окна из системы Екатеринбургского автомобилиста. Состав команды также пополнили нападающие Денис Горбунов, Илья Берестенников и Михаил Абрамов. Все имеют опыт игры в КХЛ. В первой домашней серии 2023 года каждый забросил по шайбе. Понятно, что для меня, да, мне приятнее играть в шайбе, приятнее бежать в сторону атаки, да, бросать поворотом, завивать голы, конечно, это приятнее. Но, опять же, это часть хоккея, да, в хоккее нет ни одной мелочи, да, все мелочи они важны, поэтому я должен отрабатывать как в оборону, так и в атаку. Поэтому, само собой, в атаку легче бежать, да, в оборону иногда бывает как-то не хочется, но это надо делать, поэтому все это делают. С Торосом хорошая была игра, да, сыграли на ноль, как бы, да, счет, может быть, там не совсем по игре был, да, могли гораздо больше забивать, но в целом сыграли здорово, да, и тренеры отметили, что очень строгая игра была, да, все отрабатывали как впереди, так сзади, поэтому неплохо, да, и матч с Молотом тоже, да, забили больше голов, там, в принципе, наверное, вот с Молотом мне поинтереснее было, потому что он голов. Нападающий Кирилл Кошурников прошел адаптацию в Рубине осенью, после перехода из Челябинского Челмета. Дали возможность сыграть, поставили все, как бы, там, хоккей примерно понимаем, и все, и начали играть, и там буквально третья или четвертая игра уже, начали очки набирать, потихоньку помогать команде в этом плане. Просто, как бы, не задерживаться в средней зоне, там, диагонально не отдавать, грубо говоря, играть, как бы, больше вертикальный хоккей, и тем самым проходить быстрее зоны атаки, не тратить силы там, скажем, да, играть больше в зоне атаки. Там, как бы, преобладали, чтобы и энергии, и все, и больше было сил на атаку, и тем самым забивали. Время не до плей-офф, всего ничего. В регулярном чемпионате Рубину осталось провести последнюю домашнюю серию. Самое время выходить на пик физической формы, с чем, судя по всему, и тренеры, и команда вполне справляются. Если в ноябре и декабре в ряде матчей случались провалы, то теперь Рубиновый метроном методичен и не сбоит. Обычная игра в обороне, там, все по позициям, правильно с игроком, за спины игроков не упускают, и все. Ничего сверхъестественного такого нету. Первое – это правильные действия, это ловлю шайбы на себя. Ну и вратарь нам, конечно, помогал, и вот она, наверное, вот успех в победе. Конечно, это как бы незаменимая часть ловли на себя. Это меньше будет угрозы перед нашими воротами. Даже отскочит контратаку, можно набежать. Стараюсь сгруппироваться посильнее, и все. У меня просто пресс мощный, и все. Кора у меня сильная, поэтому, получается, играть силу и борьбу, вот и все. Нам не важно, где играть, да, где и где, с кем играть. Мы играем в свою игру, отталкиваемся именно от своих возможностей, да, от своей игры. Рашковский подтвердит, показывает палец вверх, так что да. Нам, опять же, нам не важно, с кем играть. Против кого играть, нам главное, играть в свою игру, готовиться к плей-оффу, да, сейчас все мысли только об этом. Это была вот именно та ситуация, когда шая просто на не шла. То есть был моментов, там и пустые ворота, там и прям пленочки она каталась, просто не заходила. Мы стояли на носуем, да, гнули свою линию, и спустя какое-то время у нас стало получаться. Я приехал сюда именно за кубком, да, за общей целью, и когда там общался с генеральным менеджером, то мы все это обсуждали. Опять же смотрят на тех игроков, да, в КХЛ, кто что-то выигрывает в высшей лиге, поэтому для меня, ну, главное, главное выигрывать. Когда есть прицел на будущее, конечно, поиграть в хорошей, в топовой команде и побороться за кубок. Здесь, как бы, очень хорошая команда для развития и вообще, в принципе, потому что кубковая команда была возможна все сюда, и получилось договориться.